Капитальные проблемы, то, как реализуется программа капремонта в регионе, обсудили в областном правительстве. Перед Максимом Громовым собрались представители различных муниципалитетов, чтобы отчитаться о своих успехах и неудачах. В краткосрочной программе на 2015-2017 годы чуть меньше 1600 домов. Полностью выполнены работы в 64% из них. На 100% выполнено на данный момент 950 домов и порядка 15 домов находятся на оформлении документов. Значит, на 21-08-е выполнено инженерных сетей 164 дома, фасадов 84, крыш 224, фундаментов 48, два подвальных помещения и три лифта. В работе на этот год 280 домов. К 244 еще не приступали. Львиная доля выходит на торги в сентябре. В полном объеме обеспечить реализацию программы не позволяет низкая собираемость средств – 79%. Формально органы местного самоуправления не являются участниками программы, но они должны быть задействованы в процессе и отвечать перед властью, почему жители района по квитанциям не платят. Совсем плохо дела обстоят в Тейково. Там собираемость – 52%. В Заволжске – 54%, в Юревце – 61%. Но есть и отличники. В Верхнеландыховском районе процент оплаты районом – 99,99%. Родниковским – 102%. Долги гасят в предыдущих периодах. А общая собираемость, с учетом населения, в Верхнеландых – 90%, а Родниковский район – 92%. Вот поэтому их нет на совещании. Общая сумма долга близится к полумиллиардному показателю. Если тенденция продолжится, власти будут вынуждены придумывать экстренные меры. Максим Громов озвучил перспективу. Чиновникам в муниципалитетах-должниках придется сообщать жителям, что из-за долгов программу у них приостановят. Ремонтировать будут у тех, кто платит. Грубо говоря, берем 100 домов, а денег у нас есть на 79. А сделать надо все 100. Соответственно, мы все 100 делаем. Но мы вынуждены сокращать количество работ, которые, например, если это кровля, если, например, дымоходы в удобном состоянии, мы их не ремонтируем. Если эта инженерка и канализация еще жива, мы ее обследуем, мы ее не ремонтируем. Мы вынуждены это делать, чтобы нам хватило денег. В этом году впервые будут отремонтированы многоквартирные дома, которые являются объектами культурного наследия. В планах таких 15 на 8 разрабатывают научно-проектную документацию. Дополнительные сложности в реализации и без того непростой задачи создают управляющие компании, которые каждый этап согласования выносят на общедомовые собрания. Собственники передают свои полномочия по содержанию общего имущества многоквартирного дома. Когда мы говорим о ремонте, мы говорим о ремонте не отдельно взятой квартиры, а общего имущества управляющей компании. Именно на управляющую компанию возлагает соответствующая ответственность. И именно их мы привлекаем в случае, если они своеобязанность нежащим образом выполняют. Но для меня достаточно удивительно, что для этого еще, оказывается, нужно собрать отдельное собрание, чтобы еще и выразили свое согласие жители на такой, так сказать, элемент. Максим Громов настроен категорично. В завершении заседания он еще раз довел до сведения представителей муниципальных властей, что их задача – увеличить собираемость. Будут ли они объяснять жителям необходимость платить или придумают какие-то карательные меры – вопрос второстепенный. Задача, которая стоит перед рекоператором, она сформулирована и определена в силу федерального законодательства и неоднократно подтверждена как поручение нашим губернаторам. Поэтому отказ в содействии, невыполнение я расцениваю как прямое игнорирование поручений губернатора. Поэтому, коллеги, давайте мы не будем создавать поводов для жестких формулировок. Мария Смирнова, Антон Осипов, Артава Иванова. Перед рекоператором.